Рождественский сочельник особая служба. Во-первых, она завершает 40-дневный пост, который начался еще 28 ноября. Во-вторых, в подробностях описывает историю появления на свет Иисуса Христа. По воспоминаниям завсегдатаев храма Божьего, такого скопления верующих, рождественский молебен в Покровском соборе не собирал уже лет пять как минимум. Около тысячи самарцев пришли к главному городскому храму. При этом аудитория с каждым годом все моложе. Сейчас тоже стоим с Натальей, с подругой обсуждаем. Говорим, да, на самом деле молодежи очень много ходят. Культура немножко изменилась. Может, в преддверии конца света. У нас тоже такая еще мысль возникла. С детства нас приучали всегда думать о том, что вот хорошо будет, если помолимся. Самое лучшее верим в люди, в то, что есть. Горят свечи, музыка хорошая крестится. В царской России Рождество отмечалось с огромным размахом, в то время как Новый год считался праздником второстепенным. Ситуация в корне изменилась в 1918 году. Атеисты-большевики просто отменили православный праздник. Лишь в 1935 году советская власть вновь разрешила ставить и наряжать елки. Правда, уже не рождественские, а новогодние. И звезды на верхушке ели стали по-советски пятиконечными. Ранее же они были семиконечными и символизировали ту самую звезду, которая, согласно Евангелию, привела к только что родившемуся младенцу Христу волхвов. Следующий крупный христианский праздник, крещение Господне, православные встретят 19 января.